Я лично не знаю, сайт достаточно аудитории, где бы он мог прорекламируется Блендамет или Колгейн. Хотя на самом деле в России, допустим, аудитория ежедневной ядрицы составляет 39 миллионов человек. Это в день. Аудитория первого канала ежедневной составляет 44 миллиона в день. То есть цифры запостолимы. Влияние ядрица примерно такое же, как у первого канала. У нас, кстати, немножко по-другому, у нас всего 4 миллиона пользователей интернета. Ну, естественно, что более или менее часто пользуются ими, где-то около миллиона. То есть делим на 4. Ну, четвертую часть берем, примерно четвертая часть пользуются. Но четвертая часть – это уже огромная аудитория, которая, во-первых, платежеспособна, потому что она готова заплатить за интернет, и у нее есть компьютер. Значит, ей можно что-то продать. Вот. Дальше идем. Эти компании, когда начали приходить, они начали конкурировать между собой. Естественно, что для того, чтобы продавать лучше, нужно делать какой-то новый сервис. Поэтому начали интерпретаться сервисы, которые могут что-то делать, помимо того, чтобы рекламировать. Второй этап – рынок услуг, на котором интернет-проекты связывают реальный бизнес и интернет. Классический пример этого рынка – это интернет-магазин. Когда есть какой-то товар, который можно купить в онлайн. Все просто. Производители используют интернет-площадку для того, чтобы продавать. Есть и другие примеры этого. Это электронные платежи, это какие-то сервисы для того, чтобы завлечь людей в социальные сети. То есть услуга, которую практически невозможно пощипать, но интернет их предоставляет. Это не реклама уже, это реальное действие. Вот кто-нибудь из вас платил там смс-кой за голоса в моем мире? Нет? Ну хорошо. Но в принципе это пример услуги. Ну я уверен, что по смс-ку хоть кто-нибудь что-нибудь платил. Да, ну нехороший пример мало кто признает, наверное. Да, но никто не признается. Третий – рынок сервиса. Когда в интернет уже пришел реальный бизнес, и бизнес становится основой, то интернет становится основой экономики. То есть если мы возьмем экономику какой-нибудь европейской страны, ну допустим, Дании. В Дании рынок IT, ну так скажем, услуг в интернете и прочего всего, составляет 5%. 5% – это очень большая сумма. 5% – это больше, чем металлургия Дании. То есть в интернете у них делается больше, чем зубавляется, так скажем. Интернет у них делается больше, чем без заготовки происходит. У нас немножко другая ситуация. У нас пока есть, что добывать, есть, что вырубать. Поэтому всегда не гречит. А в интернете пока что мало кто входит. Но и, как сказать, аудитория интернета, она совершенно равна. Если, допустим, в европейских странах аудитория, она до 50 лет примерно, то в Казахстане она примерно до 30 лет. Естественно, что вот этот большой кусок между 30 и 50 годами, когда человек в способном возрасте зарабатывает деньги и, может быть, потратили, он не оплачен. Но он по себе наплатывается. Во-первых, потому что само население стареет. То есть те, кому было 30, через год-другу 31, он уже попадает в эту аудиторию. А через 3 года попадать еще и дальше будет. Второе – это то, что все-таки образовывается население. И им реально… То есть платить за коммунальные услуги, стоять в очереди банк, мало кому удобно. Многие пользуются интернет-платежами. Вот кто-нибудь за коммунальные услуги платит… О, сколько человек. Все ленивые, да? Или экономят время. То есть рынок сервисов, он многообразен. И в дальнейшем я расскажу, что из себя представляют эти сервисы. Теперь немножко подробнее о том, на каком этапе мы сейчас. Мы сейчас на этапе… Вот цифра 1 есть, мы где-то 0,7, 0,6 примерно. Мы подходим к этому обратно, к этому рынковой рекламы. У нас уже есть рекламодатели, которые готовы рекламироваться в интернете. Но не все. В процентном соотношении это примерно 20, максимум процентов. Кто в первую очередь рекламируется? Те компании, которые хай-тековы. Он подскажет, да? Телекоммуникации, те, которые бежит без интернета, они могут хостинги, домины и все остальное. А компании стандартные, классической экономикой, они не приходят в интернет по одной простой причине, потому что там нет их аудитории. Они, в принципе, не рады бы, но проектов нет, на которых сидят в сети, в их аудитории. Вот, допустим, возьмем пример любой компании, такой классической, которая хорошо нарабатывает, но хочет еще пропиаться. Кто-нибудь предложит? Про актив. Нет, ну актив как и целом рекламируется, в принципе. То есть, помимо, ну, кушу тоже рекламируется. Что можно ей предложить? То есть у нас все-таки мастер-класс, подумаем на тем, что можно предложить какой-нибудь компании. Не знаю, давайте... Телли-2. Телли-2, но это тоже оператор. Подшипниковый завод. Вот, подшипниковый завод. Нет, не надо смеяться. На самом деле, в нормальной ситуации подшипниковый завод очень хорошо может использовать свой потенциал айтишников. То есть, как у нас обычно на подшипниковом заводе, у нас есть один айтишник, да, при том, что он работает 300 человек. Он еще отключается сайт, он еще бегает сайт, прокладывает, и у него у него терапия разбирается. Нормальная ситуация, когда у него работает сайт, у них есть две разные платформы, то есть B2C и B2B. Кто у нас потребители подшипников? Такие же заводы, как они, да, которые подборки какие-то, колес, материалы и так далее. Что им нужно? Им нужно покупать дешевле и продавать дороже. Где они могут покупать дешевле? Они могут покупать дешевле материал. Вот кто-нибудь может представить ситуацию, что вы их находите на китайском сайте, там тоже делают подшипники, какие-то там шарики для подшипников, и вы можете их оттуда закупать. Таких порталов, в принципе, не существует. Хотя, в принципе, если тут была конкуренция, в Китае она есть, даже на производство вот этих кругленьких шариков для подшипников, я могу там купить их дешевле. Как происходит сейчас? Я беру, еду в Китай, провожу там 2-3 месяца договор, езжу по всем, в принципе, провинциям, узнаю, где подшипники дешевле, причем делающиеся из нашего жилета. В итоге возвращаюсь, договариваюсь, обратно еду, договариваюсь с ними, все происходит так. То есть процесс намного замедляется. Как продать дороже? Вы можете выставить в этом основное предложение для какого-нибудь европейского рынка, где требуются идти. Я не знаю, что они будут делать там с нашими подшипниками, может, кто-то не по качеству нас снижен, ну, может, там, кульки будут, как-то способуют. Но, в принципе, они могут использовать, могут закупить. То есть было бы предложение. А наши заводы так и идут. Ну, ладно, заводы проводят тяжелые для осмысления эту вещь. Возьмем обычный, там, FMCG-псека. Возьмем Procter & Gamble. Он где рекламироваться может сейчас? Практически не где-то. В соцсетях? Сообщество, пользующиеся под выделением? А детки, а главные на руки Z. Детки, дальше. А главные на руки Z? Да. Возьмем сообщество. Выплывающие клапочки будут. Ага. Ну, ты такой массовая, да? То есть на всех сразу пьющая, да? Ну, да. Ага. Ясно. Но в чем прелесть интернета? Потому что можно больше пакетированно подходить. У нас многие компании думают, что вот в интернет захожу, что везде любезет, вот эта баня реклама. Ну, по-старому думают, приходится работать с ними. Рассказывать им, как это вообще можно делать. То есть контекторы, планы, все остальное. А рынок постепенно подтягивается сюда. Но в социальных сетях социальные сети у нас какие? Вот в тести сидят русскоязычных. В Рунета-свете сидят. Все сидят в контакте, мне кажется. Ну, то мало надо. Ну, посмотрите. Да, с основной экономики, как это выглядит. У нас в Казахстане добугается нефть. На нефть делаются деньги. Мы покупаем эти товары. Я покупаю, допустим, зубную пасту, да? Увидев ее рекламу на российском сайте. Где наши деньги? Наших денег нет. Они показывают за рекламу уходят в Россию, уходят в Америку. Все, ничего не осталось практически. Я к чему планю? К тому, что нужно делать свои проекты, на которых можно рекламироваться. Социальные сети это, конечно, хорошо, но можно сделать еще больше каких-то разных сторонних проектов. То есть все сидят в социальных сетях, но они сидят еще где-то помимо этого, да? Ну, я не знаю, они там сидят по форумам, на каких-то тематических вещах. Кто-то там смотрит какие-то телезрые фильмы, не буду говорить, какие-то в разных местах. Вот. Можно и делать. На самом деле рынок рекламы за 2010 год в Казнете составил около 4 до 5 миллионов точной оценки никто не проводил. Ну, то есть представьте, да? Оборот нормальной компании, допустим, которая работает как библиот, он где-то так. 20-30 миллионов долларов в год, да? А тут весь рынок интернет-реклам, в котором работает огромное количество сайтов, да? 10 тысяч сайтов у нас работает. Где работает много людей, он всего 4 миллиона долларов. То есть за трех копеек там люди дерутся, грызутся и все такое, да? Почему денег больше не приходит? Потому что проектов мало. Почему проектов мало? Просто денег. Снампнут и глуху. Как из этого порочного фунта выйти? Делать хорошие проекты для вас. То есть те, кто здесь. Я, если я читал, скажем так, для инвесторов, которые хотят рекламироваться, я бы сказал, что надо вкладывать в интернет, чтобы ремонтироваться эффективно. Но они придут, где они будут рекламироваться. До них нет это. Фактически. А где? Где? Где вот студентам IT можно реализоваться в будущем? Вот именно в этом секторе. Почему я так много уделяю времени рекламному рынку? Потому что, в принципе, рекламный рынок, он только стартует. И когда мы подойдем в единички, в принципе, будет уже интересно. Уже будет насыщенный рынок, где каждый сможет, на сайте зарабатывать, каждый сможет, каждая компания сможет выставлять свои товары для показа определенной таргетированной аудитории. Это будет уже более-менее развитый рынок. Я надеюсь, что он будет составлять не 4 миллиона долларов, а где-то больше. Вот. Длежащие 3 года, что у нас планируется в следующем случае? Вот самое интересное. Какие сайты могут заработать в ближайшие 3 года и немного об экономике? То есть, в принципе, те сайты, которые будут потребованы, они смогут заработать. Те сайты, которые смогут заработать, они смогут вложить деньги в свою существование в дальнейшем. Первое. Это сайты, занимающие новые рекламные ниши. То, о чем я говорил. То есть, в принципе, в интернете еще осталось место для интенсивного роста. То есть, когда ты растешь, не увеличивая пользователь, как сказать, облизывание пользователя, предоставляемые новые фичи и так далее. Просто создавая проекты на новых абсолютно нишах. Я не знаю. Создать сайт парикмахерских городов Алматын. Ну, а что, хорошее дело, да? Парикмахерские там. Онлайн-магазины. Онлайн-магазины, в принципе, в карнете не так распространенный, не так разве. Во-первых, у нас люди боятся покупать, но этот страх принципиально проходит. Ну, то есть, после 90-х еще остался это. Это боязнь осталась. Всякие МММ и все прочее. Почему они будут появляться в большом количестве и будут востребованы? Потому что на данный момент в интернете можно купить только в основном бытовую технику и электронику, да? Какие другие товары, товары ежедневного потребления, то, что вы потребляете каждый день, хлеб, не знаю, молоко, кока-колу, что вы еще можете употреблять? Они, вы их купить употреблять пока не можете. Был такой интересный проект в Грунете, айванки из этого называл, айванрух, извиняюсь. Это когда человека заперли на месяц в одной комнате и с интернетом только. Ну, и с пластикой карточкой, по которой он мог впадить эти продукты. Так вот, это было лет пять назад. И, в принципе, он смог там выжить. Я вам представляю, если провести такой эксперимент в Кавастане, он будет питаться пиццей целый месяц. И я не знаю, в каком пищичном состоянии он выйдет оттуда. У него будет, наверное, три айпата, восемь соток. И он будет истощенный голоден. Слушай, еще? Да, у него будет вот такая борода, у него будет нечищенный месяц сухой. То есть даже таких товаров простых я не могу заказать. Есть же продукты, а уроженые? Оргутский зверь. Оргутский зверь один. Скоро, когда путь везет. Два. Оргутский зверь. Это как в Кавейне, да? Трангитые казаки, да? Перечитая от этого человека. Ну вот смотрите, два, да? Какая конкуренция между ними? Четыре или пять. Четыре или пять? А я живу в Путланане. Оргут долго ко мне будет везти? Я к Кавуру, пока он везет. Нет, вот реально говоря, у нас в Валмате может быть и все хорошо. Но на самом деле новые ниши, это не значит, что новая ниша, это только вот... Так, в финансовом центре, это значит, что если ты будешь работать на регион, понимаете, электроникой на регион просто работает, а он по почте приходит. Я имею в виду, что новые ниши, новые ниши, это не только технологически новые ниши, это регионально новые ниши. Я вот всегда поражаюсь, вот у нас, допустим, в Ахрам много денег, да? А сайтов-то мало. Я не понимаю, почему так. Или вот, допустим, в Алмате денег, все жалуются, что мало денег, а сайтов много. Ну, я, надеюсь, ответил на вопрос, да? Или нет? Да. Хорошо, дальше. Сайты-контенты контента. Ну это, ближе, примерно через два года у нас будут популярны, потому что, допустим, возьмем американскую статистику, 65% людей платят за контент. Более, это, конечно, психология у них совсем другая, у нас за музыку, я думаю. Вот кто из нас платил за музыку вообще из сидящих залах, который скачивал в интернете? А, скачиваем. Вот. А кто скачивал? То есть, простой пример. А вот смотрите, сейчас в карнете, даже если вы захотите купить ее, вы не сможете. То есть, вот придешь с деньгами, вот мои деньги, возьми. Никто не возьмет. Не нужны деньги. Да, они в принципе. Просто рынок не понимает того, что в принципе люди уже созревают для того, чтобы получать хороший контент. Они готовы платить за то, чтобы им давали вот качественный контент, вот такой вот весь обработанный, чтобы он не парился с поиском, со скачкой, со всем остальным. Мы просто его дали. Ну, в Алмате, в Алмате это я имею в виду. Но какого протоста еще нет. Но через год-два я думаю, они будут появляться, потому что даже я сейчас вот рассказываю об этом на лекции, я думаю, что кто-то начнет это делать. Даже не знаю, кто-то уже начал это делать. В принципе. У нас даже сейчас новостной контент, первый шаг начали продавать, ведь какая-то пища у него, новости продает? Это вообще нонсенс на рынке. Нет, почему? Новости продают все. Новости всегда продают. Но у нас авторского права на саму новость нет. А на, как сказать, на саму информацию. Она в формулировку есть. То есть, сейчас уже большая проблема, а он как направит, да и что? Новостные редакции держат большой штат, а с этого ничего не зарабатывают. А кто все, например, кто продает новости? Ну, не знаю, информки ИЗ, законки ИЗ. Подписка платная, кто их пользуется? Нет, в смысле другие сайты, которые говорят, ну, платят. Ну вот, продают же новости, я говорю. Но это же нормально. Это не нонсенс, это нормально. Они работают, но ничего тоже нет. Вот именно, это биржа новостей, это тоже нормально. То есть, любой труд должен быть поднагражден. Что все это пока еще преждевременно? Ну, может быть. Может быть, что все это преждевременно. Я думаю, что моя новость, допустим, о том, что я выступал в Моихе, будет стоить недорого. Так. Сайты ориентированы на неосвоенные слои населения. Это то, о чем я говорю, не только по иерархии, но еще и по региональности. По иерархии какие слои у нас населения не охвачены? У нас не охвачены люди до 10 лет, у нас не охвачены люди после 30 лет. Вот. Как, допустим, просто объяснить бабушки, зачем интернет? Она сказала, что она может сериал там смотреть. Все бабушки будут там смотреть сериалы, и вообще гладят. Как охватить детей? Зачем какой-то контент, там, Игорь, не знаю, они будут с ними пользоваться. Вот это придет через год-два, эти начнут пользоваться. Это тоже будет востребовано. Почему? Потому что времени у этих слоев населения очень много. В отличие от вот этого периода, вот этого разрастного цен, на который мы сейчас ориентируемся от 15 до 30, у них тусовки, кубыш, кубыш, у них очень мало времени, в принципе. Они активны, да, но у них мало времени. Больше времени люди проводят в более зрелом возрасте, так скажем, на сайтах. Читают медленнее и глаза хуже видят. Поэтому и дольше. Мобильные сервисы. Думаю, никому не нужно объяснять, что мобильные сервисы, в принципе, уже глубоко вошли в старшую жизнь. Но еще не настолько, насколько вам кажется. Вот кто-нибудь пользуется Foursquare? Один, два, три. Три человека. То есть мобильные сервисы, это сервисы, которые позволяют вам быстро контактировать со всеми. Foursquare, ну, я его ворону раз, расскажу вам, никто не знает. А ты чекинишься, ну, то есть отвечаешь в разных местах. Допустим, я сейчас в Муити, я в Соткин, я спрашиваю, что я в Муити. Вижу, что тут какой-то человек, наверное, мой обещан находится, который, я знаю, который в моей интернете на социальных сети. Все, я звоню ему, или нахожу его, или вижу его, мы переписываемся там. Ну, то есть, стандартное мобильное приложение. У нас почему он не пользуется? Мобильный интернет дорогой, поэтому в основном он еще не распространен. Но шаги, которые делаются у других провайдеров, они, в принципе, приведут к тому, что мобильные приложения будут востребованы. Плюс к тому, у нас программа есть интерфопадов реализации. Ну, все пользуются айпадами, да, у кого деньги есть, кто копил уже. Люди теперь делятся на тех, кого есть айпады, у кого нет. И думаю, что в дальнейшем они будут... Кстати, тут сколько айпадов прожигывает у нас, в чем, да? Четыре. Вот, на четыре пользователя айпада станет больше. Надеюсь, что из... А, кстати, как команда выигрывает? Да, команда из четырех человек. Из четырех? На четверти делят, да? Нет, каждой команда четырех человека, а в каждом члене айпады. А, если восемь, то попало. А, попало. Да. Мы должны участвовать. Да, кстати, что-то вам прогадать надо было участвовать. Попилилить айпад на четыре части. Ваш вариант. Если кто-то хочет предложить свой проект, давайте вместе подумаем, будет он вас требован, как его сделать более и лучше, как его спозиционировать, чтобы их пользовались. Могу дать совет, раз у нас мастер-класс. Аси, скажите, это исследование вашей интернет-ассоциации? Да, моя личная. Нет, вас просили, друзья, что-то есть. Спросили, это исследование интернет-ассоциации? Нет.